Владимир Ильич написал недавно речевку «Индустриализация белокаменная». Напомнило одно большое здание на окраине нашего города. Называется «Индустриализация белокаменная». Новое здание на отшиве города строят не зря. Это облот, откуда, как с любого завода, будет лететь вонизма и гнёт. Эта крепость ещё пентаграммы не хватает в каждом угле. Строят бесы свои коробки. Мощью гордятся, жируют в тепле. У всех на виду возводятся стены многоэтажного особняка. Там постоянно меняются смены. Рабочим врут от работы гнута. Стройка новой идёт грандиозная. Каждый властный стремится ваять. Индустриализацию белокаменной смертным точно не понять. Точнее просто не скажешь, товарищ майяк. Мы говорили, что сердце вождя в район приятный. Вы понимаете, с кем возглавляете? Вы чувствуете крепость в моей руке? Я чувствую крепость и надёжную опору. А доброту и тепло? Она есть. Вот возьмите руку мою доброту и тепло и идите с миром. А лучше отдайте. Владимир Ильич, у нас будет ещё гость на завтрашний митинг. Кто? Фамилия? Вы её знаете. Это леди революция. О, леди революция. Встречайте, друзья. Это что-то, товарищ майяк. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте, мои членники. Здравствуйте, дорогие членники. Батинка, я вам очень обращу. Очень спасибо, что пришли. Давай. Я вам очень внимательно послужила. Я ведь шумка из Назарка. Будоражат, рубежи растянутые, бросают пот народ. Кровопийцы страны внутренней истребляют российский рот. По отдельности сёла не знают, что давно уже рдеет восход. Солнце видит, как мразь всех терзает. И взамен сжёт небосход. В джунглях камерных всё по-другому. Там есть место дом шальным. Там свобода кипит по-особому, обжигая вены чумным. Нам синин уже не поможет. Даже слово не лечит, как башь. Эта революция зреет, чтобы врезаться на абордаж. Присаживайтесь, пожалуйста, в виде революции. Вы, товарищи, расцогали меня до скупой на литской слезы. Спасибо вам, спасибо, товарищи. Я за революцию, товарищи. Я за революцию. Куда-то подевался ещё наш молодой юный товарищ Яков Аверин. Вот я слышу уже его шаги. Встречайте, друзья. Юный болезнь за свободу Яков Аверин. Наденька, праздник обручили комиссарию. Здравствуйте, товарищ Ленин. Молодой. Ещё неизвестный. Но посмотрите, какой скромный молодой человек из таких людей. Будет завтрашний день. Мы очень рады, мы очень рады, что мы нашли. Спасибо, товарищи. Я вас не могу сказать. Я радуюсь. Для тех, у кого. У кого-то есть деньги, у кого-то есть слава, у кого-то волшебные травы, и из них готовят эту траву для тех, у кого нет денег и славы. Они из третьего Рима, я из третьего мира. Их положение манило, но моё так неколегимо спокойно. В моём холодном приюте мы недостойны, чтобы быть, как вот эти, на абсолюте. На веки занесены в красную книгу, и воском впервые моё имя выйдет красиво. День тухлый, как и мысли и сны, что мы пожираем, мёртвые духи нас обвивают невидимой стаи. Им-то, им тоже хочется, ввысь и дальше, по горизонту. О, Боже, зачем-то нас выкинул из зоны комфорта, и чтобы забыться. Ведь в душе так слабы, мы начнём по травам, а трава, а травой. За это вам тоже браво, тем, у кого есть деньги и слава. Браво, друзья! Браво! Расскажите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста, возьмите, не стесняйтесь, поделитесь этим снями. Спасибо большое. Винты. То, что мы гибнем, это система, и всем её винты. То, что мы фрики, думать не дело, но виноват в этом ты. Ты, кто пьяный в подъезде с криком «Храни андерграунд!» Ты, кто просто стоит на месте, ты же венец, тебе дальше не надо. Тошно смотреть на этих големов, больно, что здесь таких половина. Видишь, не общество, просто обломки. Дом тут не отческий, дворик скотинный. Знаешь, друг, мне правда обидно, сколько талантов страна потеряла. Видишь, не просто закат индивида, тут государство проблемы, изъяны. А может быть, и не по этой программе закончить вечный тотальный обман. Ведь лучше оставить имя на камне и личность, лежащую там. Ну что ж ты, юный дух, я просто восхищён, что у нас есть такие светлые умы. И имея такие светлые умы, мы пойдём вперёд. Но, товарищи, есть такие товарищи, которые нам не товарищи. И сегодня...